Здравствуйте! В студии новостей силовых машин Елена Снитовская. О самых важных событиях в жизни компании прямо сейчас. Тема выпуска. Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ. Как идет исполнение проекта, где силовые машины и генеральный подрядчик? О секретах токарного мастерства и наставничества расскажем вместе со специалистом, который трудится на электросиле. Как предупредить поломку? Ответ на этот вопрос знают в 25-м цехе ЗТЛ. Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ – один из четырех проектов инвест-программы «Русгидро», который реализуется совместно с РАО «Энергетические системы Востока». После сооружения второй очереди мощность ТЭЦ вырастет до 400 мегаватт. Окончание работ запланировано на 2015 год. Силовые машины – генеральный подрядчик объекта. В настоящее время на производственных площадках компании продолжается работа по изготовлению энергетического оборудования. Сейчас на заводе «Электросила» один из главных узлов генератора Благовещенской ТЭЦ – «Статор» проходит заключительный этап изготовления. Подробности у Егора Заховаева. Рабочие обмоточного участка аккуратно перевозят «Статор» весом 95 тонн на печной участок. Там узел отправят в специальную печь, предварительно пропитав эпоксидной смолой. Особое внимание уделят изоляционной обмотке. Только после нагрева до высокой температуры она обретет нужные для работы турбогенератора свойства. Без термической обработки «Статора» генератор не сможет работать на полную мощность. Пропитываться будет, конечно, весь «Статор». Ну а конкретно в первую голову это изоляция. Вот она сейчас сухая, она не готова. То есть по диэлектрической прочности она не готова еще. А когда пропитается, запечется, это будет уже она полную силу наберет. Перед тем, как отправить узел на запекание, с него снимают кантовочные кольца. Их установили для того, чтобы «Статор» можно было вращать при укладке обмотки. Теперь этот элемент лишний. «Статор» вместе с ним просто не поместится в печь. Еще одна процедура перед запеканием – предварительная сушка. Она проводится для термообработки, изоляции и прогрева «Статора» непосредственно перед пропиткой. Только после этого «Статор» отправится в печь. В этой печи «Статор» останется почти на 20 часов. За это время его доведут до нужной температуры, почти 100 градусов, и пропекут как следует. Чтобы температура распределялась равномерно, узел будет вращаться вокруг собственной оси. Все это время мастер участка по камерам будет следить за процессом. В общей сложности подготовка «Статора» длится несколько суток. За это время деталь сушат, пропитывают и вакуумируют. После этих процедур узел сможет работать на полную мощность. Одновременно на ЗТЛ завершается изготовление турбинных лопаток, также для Благовещенской ТЭЦ. Об этом расскажет Ольга Томшина. График выпуска лопаток рассчитан разве что не по минутам. Обработать заготовку, достать, отправить на сварку, принять готовый пакет и вновь поставить в станок. Лопатки высокого давления для турбины ТЭЦ-120, что будут установлены на Благовещенской ТЭЦ, делают именно здесь. Сейчас в работе последняя партия. На сегодняшний день осталось выполнить фрезерную операцию обработки профиля хапостовика на лопатках. Затем еще несколько операций и детали попадут в отдел приемки качества, а оттуда на упаковку. На участок поступает заготовка в таком виде, то есть уже сваренный пакет. Данная операция профилирования проходила тоже у нас, после чего происходила глубокая сварка и в дальнейшем мы производим обработку хвоста. К деталям и проекту в целом самое пристальное внимание. Вот комплект лопаток для турбины. Вручную надо проверить каждую деталь. Это минимум 15 измерительных параметров. Минимальное расхождение с заданными величинами и лопатка вновь отправляется на доработку. Но таких случаев практически не бывает. Что задано по тех процессам, мы замеряем все лопаточки. Все замеры делаем. И профиль хвоста, и профиль рабочей части, и бандаж. Завод турбинных лопаток свою часть проектной работы выполнил в кратчайшие сроки. Сделали комплекты лопаток для двух роторов. Турбина Т-120, она состоит из двух роторов, лопаток для двух роторов высокого и низкого давления. Рабочих направляющих лопатки низкого давления мы уже закончили рабочие направляющие. Направляющие высокого давления изготовили в июле месяце и сейчас заканчиваем рабочие лопатки. Согласно нашего графика, который был изначально составлен, мы должны изготовить последнюю лопату 22 августа. На заводе силовые машины Тошева высоковольтные трансформаторы производства не только набирают обороты, но и продолжают совершенствоваться. Следуя современным стандартам трансформатора строения, здесь установлены специальные воздушные шлюзы, предназначенные для очистки спецодежды при переходе из загрязненной рабочей зоны в чистую. О новостях совместного предприятия и о том, как принимают воздушный душ, в нашем следующем сюжете. На каждом участке кипит работа. Остановки строго по расписанию. В 10 и 14.00 на 15 минут. Трудовая дисциплина в действии. Работа ведется в две смены. Сейчас у нас две смены по малярным камерам, по сварочным работам, по дробеструйной камере. Сейчас производство полностью обеспечено работой. Даже сейчас нуждаемся еще в персонале, в рабочем. Работы на всех хватит. Сейчас завод выполняет сразу несколько крупных заказов. Делают трансформаторы для Благовещенской ТЭЦ, заканчивают заказ ФСК ЕС для подстанции Губернская в Тюмени и начинают работать над новым заказом федеральной сетевой компании для Владимирской области. Параллельно идут работы по изготовлению оборудования для подстанции Лесной ручей, которая будет питать промзону и жилой район Парнас на севере Санкт-Петербурга. Сергей Северов, кажется, уже наизусть знает особенности всех проектов. Говорит, разбуди его ночью, но зовет без запинки порядок сборки. Это у нас трансформатор большой. Я занимаюсь непосредственно расширительным баком. Соберсборка, сварка. Любопытный момент. При входе в обмоточный изоляционный цех установлены воздушные шлюзы. 40 секунд под потоком воздуха и можно идти в чистую зону. Сам процесс намотки тоже происходит в чистой зоне, поэтому, чтобы не попадали различные частицы, применяется как раз вот этот шлюз. Проходя через него, каждый рабочий обдувается, то есть происходит процесс обдува всей спецодежды с удалением пыли. В цехе чуть ли не стерильность. Говорят, что будут закупать белую униформу, как на заводах Тошиба в Японии. Это, считают на заводе, также будет дисциплинировать сотрудников. Ведь качество – визитная карточка силовых машин. В 202-м цехе МСС собрали и сдали представителю заказчика направляющий аппарат для гидроагрегата номер 20 Жигулевской ГЭС. А в 19-м цехе ППК успешно проведены функциональные испытания рабочего колеса гидротурбины для гидроагрегата номер 7 Волжской ГЭС. Теперь коротко о других значимых событиях. В силовых машинах работа по привлечению внимания сотрудников к вопросам охраны труда ведется постоянно. Так, на территории Ленинградского металлического завода установили плакаты больших размеров, напоминающие о том, что использование средств индивидуальной защиты – безусловная обязанность каждого. Информационная компания охватит все производственные площадки силовых машин в Санкт-Петербурге. В канун 55-летия Калужского филиала технического университета имени Баумана генеральный директор Калужского турбинного завода Алексей Рябинин передал руководителю этого филиала ключи от аудитории для 80 студентов, отремонтированной на средства КТЗ. Учебное учреждение и завод – давние партнеры. Университет готовит профессиональные кадры для одного из крупнейших предприятий региона, а завод принимает студентов к себе на практику. Ежегодно порядка 300 человек. 40 занимаются в рамках программы целевого обучения. Внедрение бизнес-системы силовых машин на заводе турбинных лопаток в финальной стадии. В 25-м цехе освоили еще один инструмент бережливого производства – всеобщее обслуживание оборудования. Эта технология направлена на предотвращение поломок оборудования или его простоев. Как обстоят дела на практике и как же организована работа. 7.00 – начало смены. Каждый свой рабочий день Роман Савельев начинает по расписанию, расписанию, обслуживанию станка. 12 пунктов – осмотреть, проверить, закрепить, выкинуть мусор, если накопился, убедиться в безопасности и начать работу. Все неисправности тут же вносить в специальный табель и докладывать в службу техподдержки. За месяцы ежедневных упражнений в бережливом производстве Роман со своим сменщиком настолько привыкли к этой системе, что уже предупреждают друг друга о различных нюансах. Ну это все быстро пробежался и все, когда каждый день делаешь, то на это много времени не тратишь. И так все понятно. А долго вы к этому привыкали? Да нет, бывает, оператор еще скажет сам, что надо стружку выкинуть. Он не успел или по работе так вышло, например. Цель этой методики плавная, полная трансформация существующей системы обслуживания оборудования. А проще говоря, предупредить поломку за годи. Сейчас в 25-м цехе практически избегают простоев и работают над уменьшением количества поломок. Мы не тратим время на то, чтобы залили масло в станок, когда его уже нет. Мы предупреждаем это, когда оно находится в состоянии полуровня. Мы не останавливаем станок, когда целый бункер стружки, а убираем его в тот момент, когда он еще на две трети полон. То есть в любом случае время, конечно, мы понимаем сейчас, что мы только выигрываем в связи с введением этой системы. В идеале эта система должна увеличить не только производительность труда и сохранность оборудования, но и поменять мировоззрение сотрудников. Ведь неполадки легче предупредить, чем исправлять. Так, например, за последние полгода на станке не сломалась ни одна фреза из-за износа. А раньше такие случаи бывали. На электросиле работает один из лучших токарей силовых машин. В нашей съемочной группе Владимир Бламберус рассказал о своей профессии, опыте наставничества и секретах мастерства. Владимиру доверяют важнейшие поручения. География им изготовленных и работающих деталей широка от Америки до Азии. В России деталями Бламберуса укомплектованы Ленинградская Нововоронежская атомная станция. А дебютный труд токаря-карусельщика уже больше 15 лет несет службу на Бушерской АЭС в Иране. Порой не спишь ночью. Вроде уже и размеры сделал, и все равно как-то... Волнуешься, приходишь утром, перепроверяешь опять же. Безусловно, ответственность большая. И так 15 лет подряд Владимир до сих пор вспоминает слова своего наставника. Когда меня мой наставник обучал, и обучал с присказкой, пока сам своими руками не сделаешь, хоть 10 раз тебе объясняют, ты ничего не поймешь. И это была работа стояк подшипника на Бушер. Мне пришлось самому первый раз все это сделать. Теперь Владимир передает свой опыт молодым для электросил. Воспитал несколько десятков молодых коллег. Не каждый может похвастаться такой солидной преемственностью. Практически каждый год к нам приходят студенты с нашего училища. Каждый год прикрепляем к нему студентов. В данный момент даже вот у нас в бригаде работают уже три человека, которых он обучал. Три студента. То есть они, по-моему, после окончания училища, службы в армии вернулись к нам и работают вместе с нами. Владимир Бламбирус очень легко находит общий язык с людьми и заражает своими любовью и азартом к работе. При первом знакомстве с ним это его, наверное, доброжелательность и уважение к собеседнику. Наверное, то, что это первое такое впечатление. Ну и то, что просто аккуратный. Просто так, с первого общения, что хороший человек. Владимир говорит, что нашел свое место в жизни. Ему нравится и работа, и коллектив. Над каждым заданием работает с удовольствием. Сейчас, например, над заказом для Белорусской АЭС. В завершение выпуска напоминаем, что 25 сентября состоится празднование Дня машиностроителя. Концерт для сотрудников силовых машин пройдет в комплексе Сибур-Арена по адресу Футбольная аллея 8. В программе награждения лучших работников театрализовано концертное представление выступления народной артистки России Ларисы Долиной. Билеты будут распространяться через руководителей подразделений. На этом пока все. Следите за эфирами новостей силовых машин, чтобы быть в курсе событий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok